Пенсия. Самое удачное время для творчества. Герой нашего следующего сюжета Владимир Мяснюков в свои 90 дома не скучает. Все свое свободное время он посвящает любимому хобби. Говорит, работа продлевает жизнь. Мастер на все руки. Талантливый человек, талантлив во всем. Все это можно сказать про Владимира Мяснюкова. Он выпустил несколько сборников своих собственных стихов о войне, исторических событиях и влиятельных фигурах в жизни страны, о природе и любви. Был даже отмечен на акуловских чтениях. Он может шить сапоги и смастерить диван или плательный шкаф. И это далеко не все его таланты. Но сейчас его больше всего привлекают игрушки. Так он называет свои поделки из оргстекла. Некоторые фигуры – плод фантазии мастера. Другие же – миниатюрные копии реальных зданий. Сейчас игрушки занимают большую площадь его квартиры. Здесь и дворцы, и поделки, выполненные по мотивам сказок Пушкина и Бажова и много других. Мастерит Владимир Федорович для себя и для людей. Кому что понравится, дарит от чистого сердца. Пока накопилось, надо кому-то отдавать. Ну, наверное, скоро будут забирать. Не будут забирать. Кому надо, пускай позвонят, придут. Я подарю, пожалуйста. Отдаю ее бесплатно все. Стекло мне сейчас приносят. Принесли вот недавно. Работы Владимира Мяснюкова есть и в библиотеках города, и в детских садах. Сейчас, как освободится место, на столах и подоконниках. Добрых дел мастер займется изготовлением детских игрушек. Говорит, их чаще спрашивает. Потому что, ну что, сидишь, как индюк дома. Делать-то все равно это нечего. Нечего делать, от этого, значит, ну, тут повернешься, еще надо работать обязательно. Работать будет, во-первых, и продлить немножко жизнь сам себе, чуть-чуть хотя бы. И чувствовать себя будет, что ты какой-то, ну, кому-то нужен вроде. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС РБИТ.